приветствую вас друзья в этом видео расскажу вам много интересных новостей но для начала расскажу вам что вот на фоне бой на паттоне 9 уровня решил стряхнуть с него пыль и я очень доволен что на нем покатался много хороших боев сыграл при том что я на нем очень мало провел каток из них практически все с высоким результатом и очень интересные поэтому я вам рекомендую если у вас паттон есть поиграть на нем если вы любите девятки то не забывайте что паттон есть он по статистике среди прокачиваемых танков на первом месте на девятом уровне выше него только акционные танки по типу концепт-1 так что если есть паттон то самое время на нем покататься теперь переходим к новостям игровое золото за урон техники противника и так стартовала акция сегодня 26 июля в 12 мск заканчивается она в понедельник 29 тоже в 12 мск грубо говоря у нас есть половина пятницы половина понедельника и посередине два целых дня 27 28 суббота воскресенье чтобы выполнить задачи и получить золото я не считаю что это какая-то там акция по типу вернуть игроков чтобы не за золото поиграли или поднять онлайн ради этого золота и вот почему тут на сайте вот в новости ссылку в описании добавлю сначала нужно выбрать где мы хотим это золото получать в случайных боях или в стальном охотнике выбираем где нам нравится и потом что там что там у нас будет три задачи везде нужно набивать просто урон и по этим задачам можно получить 25 золота 100 и 250 это всего лишь 375 золота что является там 56 или 50 рублей короче то есть но это просто типа пшик это это мелочь это просто приятный бонус для тех кто и так играет урон тут надо набивать не маленький я думаю что многие 25 золота получат там надо набить 12000 урона ограничение это с 4 уровня и выше обычно с 6 но тут видимо не с той стороны палочку поставили и получилось у нас не 6 а 4 поскольку тут написано римскими цифрами а вот чтоб получить 100 золота нужно уже набить 60 тысяч урона а 250 золота 120 тысяч урона если сложить это все в кучу то у нас получается 192 тысяч урона надо набить чтобы пройти все эти задачи за три дня если у вас средуха на десятках 5000 вам нужно в день примерно играть 13 боев со средуха 5000 на протяжении трех дней если у вас средуха 2 500 на десятках то вам надо сыграть соответственно два раза больше и это уже почти 30 боев в день три дня подряд то есть 90 боев за три дня сырать это уже много а золото мало а если вы еще и пойдете на кита низкие уровни и у вас плохо со скиллом то вы эти задачи я не знаю когда доделаете поэтому я вам рекомендую просто зайти в эту новость клацнуть где вы там хотите играть в случайных боях или в стальном охотники и сколько она выполнится столько и выполнится и вообще не партись просто можете даже забыть за эту задачу просто клацните принять если вообще в игру играете и все эта задача вряд ли кого-то там вернет или кто-то захочет ради этого там убиваться играть много потому что это просто хрень не вдаваясь в подробности кажется что типа вот там типа раздают разработчики золото чтобы игроки уже хоть ну хоть как-то поиграли но на деле это получается что это просто ни о чем просто приятный бонус на выходных но в конце видео я там к другой новости еще расскажу про акции свою мысль но в целом идем дальше следующая новость это блогеры на карте камчатка честно говоря ну не особо интересно мне лично поскольку ну кто-то по карте поездит и все ну и будет еще разработчик который один из разрабатывал эту карту камчатка но учета там разработчик побухтит стримеры по карте покатаются стримеров там всего шесть штук было бы прикольно чтобы разработчики в одной команде играли против стримеров в другой команде вот это было бы интересно потом о чем-то там поговорили они там пообщались кита вопросики позадавали а так покататься стримеры по карте разработчик что-то там порассказывает я мини карту этой карты видел она сделана как по шаблону как все карты я от нее не жду чего-то нового или сверхъестественного стандарта по шаблону это просто 44 одинаково штампованная карта по одному шаблону единственно что у нее будет там свой какой-то внешний вид атмосфера как-то там она будет может прикольно выглядеть но это только надежда что так будет а вот именно по геймплею я от него ничего нового не жду балкончик камень куст стоять вперед стрелять ехать по канаве вперед поджиматься куда-нибудь к углу и стоять от борта нюхать дай бог городе там какой-то имплей может будет интересный но в так в целом карта и карта теперь поговорим про всякие баги и косяки разработчиков один из зрителей или несколько я уже не помню написали мне о том что счетчик в контейнерах путь воина сбрасывается после патч там или после чего я сказал что так не должно быть но по логике вещей не должно быть но что там на самом деле происходит я без понятия так вот реально такая проблема есть она раньше была и вот до сих пор она продолжается у некоторых игроков контейнеры путь воина сбрасывается счетчик а если он сбрасывается то как ну типа ты вот шел к танку гарантированному нас от этом коробке или на какой шел шел а тебя назад оттолкнули иди заново это полный бред так вот тут какой-то крендель открыл 37 коробок счетчик сбросился он написал в центр поддержки ему дали еще 37 коробок типа компенсация за то что счетчик сбросился из этого делаем вывод если у нас счетчик сбросился идем в техподдержку говорим счетчик сбросился все плохо помогите и есть вероятно что вам помогут и компенсируют коробки которые вы уже открыли и вы вернетесь на то место идеи были при этом я так понимаю что для вас даже в плюсе это будет поскольку вы какое-то содержимое коробок уже получили прошлый раз и вот еще раз получить единственное что неудобство это надо вспомнить понять и простить этот счетчик что он там вообще есть где он там был сбросился он или нет и еще и в техподдержку писать техподдержка кто не знает находится на сайт мир танков заходишь самый низ листаешь там кнопка центр поддержки туда заходите там пишите ну и последняя новость которую я хотел рассказать вам это актуальные вакансии стань частью команды ох уж эта команда обожаю каждого кто же тут требует сценарист техникал артист middle fx артист 3d vehicle артист короче одних артистов набирают level designer 3d environment какой-то артист царе менеджер комьюнити менеджер короче надо пачка артистов и пару менеджеров принципе казалось бы все новость интересная но во первых леста уже занимается игрой не первый год а людей все надо и много то ли они расширяются то ли им не хватает чтоб быстрее делать то ли может кого-то в принципе и им не хватает что-то они там не могут не знаю тут не сказано что они там делают написано что они информируют нас о горячих вакансиях то есть эти чели ким прям нужны и так я почитал кто тут нужны и коротко вам расскажу нужны чуваки которые делают эффекты всякие там дымы какие-то за картой ураганы тому-то торнадо самолетики которые летают пушечки которые начали боя делают пух-пух типа атмосферу создают потом нужны и чуваки которые танчики рисуют по историческим чертежам и фото референсом и 3d стиле рисуют также нужны которые там эффекты создают различные свечения брони исходящий свет из элементов лавовые ледяные и огненные магические эффекты молнии перетекающая энергия в общем все вот эти вот я так понимаю штуки которые у нас за картой находится в начале боя там всякие самолетики эффектики всякие режимы по типу хэллоу вина еще там всякие фантастические штуки-дрюки в общем все надо и те которые карты создают и те которые танки рисуют и 3d стиле и эффекты и чё там только нету все надо то есть те люди которые игру рисуют и создают они нужны которые еще level дизайном занимаются проектируют игровые уровни то есть получается нужны люди которые дизайн карт создают что ли который текстурками там занимаются эффектами и танки рисуют в общем нужны многие но это все конечно понятно может там они расширяются чтобы быстрее все рисовать сейчас же кто-то эти карты рисует вот они карту сталинград сделали одну из наверное худших по геймплею на мой личный вкус не знаю можете написать в комментариях как вам она и и же кто-то там создавал самый интересный чел это царем менеджер и вот что написано что он должен делать формирование предложений посылов механик цепочек для удержания и возврата игроков создание и проработка сеементал для рассылки и push уведомлений ну и там дальше про всякие рассылки чат-боты push уведомления всякую эту ерунде ерунде стику то есть нужен чел который занимается удержанием и возвратом игроков всякими там уведомлениями механиками цепочками и всем остальным но мне кажется единственно цепь которая может удержать игроков это если их реально на цепь чтобы они не убежали так это некоторые вместе с нею и убегут а что там как там рефералка не удерживает не возвращает а чё случилось великолепная механика для даже меньше одного процента игроков который никто даже не воспользуется прекрасная механика ну дай бог если там хотя бы один процент игроков ей пользуются а великолепная акция подарит прям танк старым игрокам у которых 100 боев и более очень старый игрок 100 боев который не играл 100 дней и больше эта акция направлена на что если человек ушел из игры он ушел не потому что у нее нет танка потому что не хочет в это играть если человек наигрался в turbo бои со счетом 315 15 3 тут ему хоть 10 танков дай максимум что он сделает это зайдет покрутит в ангаре уйдет а если нажмет в бой очередной раз горит и уйдет еще на дольше turbo бои людям надоели и это ярко показывает нам стальной охотник поскольку люди настолько уже не хотят играть в рандом что в стальном охотники большой онлайн в котором душные ежедневные задачи которые надо долго выполнять на протяжении там месяцов а разработчики этим хвалятся хотя я вообще не понимаю зачем стальном охотнике большой онлайн из-за чего в рандоме балансировщик собирает дурацкие бои поскольку там людей нет а на низких лавалах там вообще бой собирается то 7 на 7 то с ботами мне кажется ли чет не в ту сторону работа идет но явно нужен царем менеджер который что-то там вернет игроков каких-то или удержит кого-то да и акций сейчас очень много это конечно прикольно это просто бонусы какие-то новый аккаунт сейчас создавать очень легко там столько насыпают донатного всего что вообще нет потребности первый месяц ни в чем но прикол в том что основное это им play люди приходят играть а все остальное это просто приятные бонусы приколюхи там какие-то но почему-то игра сейчас пришла к тому что приколюх и бонусов больше чем самой игры и люди думают что если куда-то поставить какую-то награду или какую-то фигню подарить то все побегут сразу играть просто нужно победить turbo бои нужно их уменьшить содержание боёв сделать приятнее атмосфернее интереснее более тактическими и менее выберна на фулл голде в силуэт постреляй за две минуты бой закончился тогда люди и без прям танка придут в игру поиграть если услышат что игра стала нормальной в начале когда игра только появилась были жалобы на то что стояла вот бои по 15 минут начали игру ускорять но всему есть предел слишком сильно ускорять тоже не надо в какой-то момент нужно было остановиться это слишком быстро настолько что содержание боев улетучивается игра становится однообразной это перебор на этом у меня все пишите свое мнение в комментариях сам бы варч карать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока спасибо Субтитры сделал DimaTorzok